Добрый день, уважаемые читатели и зрители портала «Научная Россия». Сегодня мы беседуем о междисциплинарной области под названием «Биоинформатика». С нами Владимир Васильевич. Владимир Васильевич, представьтесь, пожалуйста, для наших читателей. Добрый день, Анастасия. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие читатели. Я, Паруиков Владимир Васильевич, работаю в области биоинформатики примерно с 70-х годов, теперь уже прошлого века. Тогда я занимался анализом аминокислотных последовательностей белков, которых было расшифровано довольно мало. И можно было информацию всю целиком собрать о них и проанализировать. Чем я, в общем, так сказать, и занимался в процессе своей дипломной работы и потом диссертационной работы, которую я выполнял на базе Института молекулярной биологии имени Юнгенгард. Ну, в настоящий момент я работаю руководителем отдела биоинформатики Института биомедицинской химии имени Ориховича в Москве. Вот, в отделе есть несколько лабораторий, которые занимаются, в общем, сопряженными, но различными тематиками. Я кандидат физико-математических наук, доктор биологических наук. У меня два лаковских диплома профессора. Один по специальности фармакология, один по специальности математической биологии и биоинформатики. Ну и в прошлом году я стал шлем-корреспондентом Российской Академии Наук по специальности медицинская биоинформатика. В общем-то, эта специальность была введена впервые в Российской Академии Наук. С чем мы вас и поздравляем, собственно. Спасибо большое. Тогда расскажите подробнее об этой области, о биоинформатике, что она собой представляет, что изучает. Ну, я думаю, что биоинформатика сегодня настолько широка, что обо всей биоинформатике мне рассказать в рамках краткого интервью не очень получится. Да потом, на самом деле, я и занимаюсь некой частной достаточно областью биоинформатики, поэтому я, по-видимому, сосредоточусь именно на ней. Речь идет о применениях биоинформатики в анализе различных заболеваний, определении биомаркеров и молекулярных мишеней, и поиски легандов, которыми, воздействуя на эти мишени, можно было бы приводить в нормальное состояние те или иные патологические процессы в организме. Вот это, в общем, называлось раньше компьютерное конструирование лекарств или computer-aided drug design в алгоязычной терминологии. Но сегодня это вышло за рамки чисто компьютерного конструирования лекарств по той простой причине, что вот здесь биоинформатика смыкается с такой областью, которая называется big data или большие данные. Сегодня известно около 15 тысяч различных субстанций и лекарственных препаратов, которые уже разрешены к медицинскому применению. В процессе изучения находятся около 2 миллионов различных, опять-таки, фармакологических веществ, которые, возможно, часть из которых станет впоследствии лекарственными препаратами. Химических соединений, на основе которых можно изучать и которые уже синтезированы, существует свыше 100 миллионов. На самом деле объем химических соединений, которые могут быть синтезированы, представляет огромные цифры. То есть это 10 в 30-й, 10 в 60-й степени. Иногда говорят, что нет столько атомов на Вселенной, чтобы представить себе вот такое количество молекул. Но это понятно, потому что органическая химия, в принципе, бесконечна. То бишь, если к любому органическому соединению добавить еще одну метильную группу, то получается еще одно химическое соединение. Таким образом, в общем, пространство химии здесь, оно очень велико. Но на самом деле велико и пространство биологии, в процессе анализа которого приходится, в общем-то, анализировать химико-биологические взаимодействия. Ну, на сегодняшний день, согласно нашим представлениям, в организме есть около 20 тысяч различных белков, которые потенциально могли бы стать мишенью. Но если учесть, в общем, посттрансляционные модификации, альтернативный сплайсинг, то число этих белков, оно многократно умножается, и их становится свыше тоже двух белок. Ну, я уж не говорю о темной материи генома. То есть, вообще-то говоря, мы еще совсем мало знаем о том, как неэкспрессируемые части генома участвуют в различного рода регуляторных процессах. Но, тем не менее, в этом плане исследования начаты и будут, я думаю, активно развиваться по мере развития соответствующих технологий. В данном случае технологии определяют возможности исследования. Ну, и вот я попытался представить здесь, соответственно, два пространства. Фимическое пространство, биологическое пространство. Но есть еще и третье пространство. Когда мы говорим о разработке лекарств, третье пространство относится к человеку. То бишь, к индивидуализированной или персонализированной медицине. Разнообразие реакций живого организма на различные лекарственные препараты тоже чрезвычайно велико. То есть, иногда мы получаем некие парадоксальные реакции. Иногда у некоторых людей, соответственно, на введение лекарственного препарата возникают нежелательные подбочные реакции. Это связано в определенной степени с генотипическими и фенотипическими особенностями пациента. Вот если мы перемножим эти все три пространства и получим еще какие-то колоссальные цифры, которые я сейчас даже не стану пугать читателей, то понятно, что это те самые большие данные, с которыми биоинформатика в полицейной империи. Ну и, соответственно, основными задачами сегодня биоинформатики является некое наведение порядка в этих данных, извлечение из них полезной информации и попытки генерации на основе этой информации новых знаний, которые позволят нам изобретать и далее внедрять в медицинскую практику более безопасные и более эффективные лекарственные препараты. Вот, я думаю, для введения этого достаточно. А дальше давайте вопросы. Как я поняла из вашего представления, биоинформатика требует знаний и химии, и биологии, и программирования в том числе. Вот, каким был ваш опыт? Мне интересно, какие люди туда приходят и как они получают все эти разнообразные знания? Ну, значит, по-видимому, людей, которые бы вот в одном лице обладали всеми разнообразными знаниями, в природе не существует. То есть, конечно, есть более эрудированные люди с большим опытом работы, вот, и есть люди, которые этот опыт только начинают приобретать. Вот, я могу сказать, что, например, в моей лаборатории, которая называется лаборатория структурно-функционального конструирования лекарств, которая была создана в 95-м году, опять же, уже теперь, прошлого столетия, вот, значит, вначале было три человека, которые пришли со мной, в общем, то есть, я и еще двое. Вот, значит, ну, я окончил физический факультет Московского государственного университета, ну, правда, кафедру биофизики, поэтому, как биология, сразу имел некоторые непосредственные отношения. Два других человека закончили тоже кафедру физики живых систем Московского физико-технического института. В настоящий момент, вот, по прошествии всех этих лет, значит, у нас в лаборатории около 18 человек, включая студентов. Вот, это люди с разным образованием. Ну, вот те, которые, соответственно, я уже упомянул, вот, один человек уже нас покинул, выйдя на пенсию, вот, да, значит, один работает до сих пор со мной, это очень активный, очень важный член нашего коллектива, выпускник физико-технического. Вот, значит, половина, примерно, сотрудников лаборатории пришла из медико-биологического факультета российского государственного, теперь он называется, национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, бывший второй медицинский университет. Ну, просто потому, что исторически, так, наш институт является базой для студентов этого учебного заведения. Вот, другая половина, она, в общем, пришла из разных институтов и университетов, то есть, это люди из МИДХТ, из МИФИ. И, вот, в прошлом году был у нас дипломник, который заканчивал высшую школу экономики, но там тоже есть некая кафедра биоанформатики, вот, магистратура по биоанформатике. Вот, ну, то есть, самые разные люди приходят, и, безусловно, в процессе выполнения практических занятий, в процессе работы над дипломной работой, а впоследствии над диссертационной работой, они приобретают вот те самые мультидисциплинарные знания, которые в дальнейшем крайне важны для того, чтобы работать в этой мультидисциплинарной области. Ну, вот, примерно так, с точки зрения... Значит, я должен сказать, что еще в 70-е, да, в конце 70-х годов прошлого столетия, значит, была опубликована некоторая работа немецкими учеными, которые с немецкой дотошностью подсчитали, что в процессе создания нового лекарственного предприятия, простите, препарата, нового лекарственного препарата, принимает участие около 800 различных научных, в общем-то, областей. Ну, это очень мелкое дробление, вот, крайне сложно перечислить мне все 800 научных областей, вот, да, и не все они нужны для биоинформатики, но, в общем, это отражает некоторую мультидисциплинарность данной области. Среди биоинформатиков есть некое разделение на тех, кто больше работает над моделированием, например, или созданием новых методов анализа, и тех, кто больше занимается именно биологическими проблемами? Ну, я бы так не стал разделять, потому что, в общем-то, и те, и другие, и третьи, все занимаются биологическими проблемами. Если говорить про, в общем-то, вот, создание лекарственных препаратов, потому что я оставляю в стороне, я уже сказал, что я гораздо менее компетентен, например, в области, там, геномов, ну, скажем так, винограда, с целью выведения новых сортов для виноделия. Я совсем недавно прочитал, что вот в Курчатовском институте сейчас уже занимаются и такой проблематикой. Вот, да, это важная проблематика, но я, как бы, сосредоточусь на той области, в которой я, в общем, более компетентен. Я упомянул, что у нас сегодня работает около 18 человек, включая студентов, и вот эти люди, они действительно являются взаимнодополнительными с точки зрения своих умений и опыта. И, в общем, эта лаборатория создавалась на, ну, как бы, в течение нескольких, даже уже теперь десятилетий, двудесятилетий. Вот, значит, и, соответственно, мы осенны именно как коллектив, потому что люди дополняют друг друга. Один знает, например, что-то о поиске молекулярных мишеней, о их возможности приоритизации с точки зрения терапии тихий или иных патологий. Другой знает что-то больше, чем другие. Это не значит, что остальные вообще ничего не знают. Но он больше знает о лекарственном метаболике. Третий лучше владеет техникой поиска взаимосвязей структуры активность и, значит, соответственно, разработкой соответствующего программного обеспечения, а до того еще и математического аппарата, который в этом программном обеспечении будет использоваться. Четвертый занимается молекулярным моделированием, скажем, взаимодействия фермента с рецепторами. Пятый хорошо владеет техникой анализа больших данных. В частности, сейчас у нас одна из задач, над которой мы работаем, это анализ более 1 миллиарда химических соединений с целью поиска хоть чего-нибудь, чтобы помогло справиться с нынешней пандемией COVID-19. У нас вот такая задачка сейчас поставлена, и мы над ней работаем. Вот надо, чтобы были люди, которые умеют работать с такими массивами данных. Это совсем не простая, не тривиальная задача. Поэтому, в общем, люди, конечно, специализируются. И очень важно, чтобы люди не замыкались, каждый в своей области, а были готовы к сотрудничеству. То есть, вот именно сила коллектива в том, что это люди, готовые к сотрудничеству, и, как говорится, не прячущиеся по коморкам, не скрывающие некий ноу-хау от своих сотоварищей и коллег. Это, по-моему, залог успеха. Настоящая командная работа. Бесспорно. Это очень важно. То есть, я считаю, что без этого вообще вот в такой задаче, как поиск новых лекарств, делать просто нечего. Расскажите, Вы уже частично упомянули виноделие, интересная область, но в каких самых важных направлениях развивается биоинформатика? Ну, значит, опять же, как говорится, понимаете, говорить самое важное, все важные. Но все важные по-разному. Каждый кулик свое болото хвалит. Я буду, конечно, говорить про, опять же, вот анализ данных в аспекте поиска новых лекарств. Значит, ну, прежде всего, конечно, речь идет о механизмах патологических процессов. То есть, в настоящее время мы стоим перед тем, что накапливается очень большое количество новых данных, полученных методами геномики, транскриптомики, патеомики, метаболомики, которые, в общем, начинают сравнивать друг с другом, сравнивая эти данные, полученные для различных образцов, в норме и в различных патологических состояниях. Возникает, естественно, вопрос, а что такое норма? У врачей есть такая притча, что норма, точнее, не норма, а здоровый человек – это недообследованный больной. Вот, да, поэтому, значит, естественно, возникает вопрос, что такое норма. Но на базе нашего института, например, за норму считают, в общем-то, людей, которые готовятся в космонавты. То есть, это пациенты, или не пациенты, а контингент института медико-биологических исследований. Люди, прошедшие специальный отбор, таким вот образом, в общем, рассматриваются в качестве нормы здоровых людей. Значит, соответственно, сравнивая вот эти большие данные, полученные для различных биологических образцов от разных индивидов, пытаются установить, ну, в общем, корреляции между, значит, отклонениями тех или иных, скажем, ферментов или других там белков, как говорится, или уже теперь каких-то регуляторных рынка, может быть, значит, которые бы свидетельствовали о возникновении той или иной патологии. Вообще говоря, классификация заболеваний сегодня, она базируется на, ну, я бы сказал, так сказать, необходимости статистического учета. То бишь, ну, от каких причин люди умирают чаще, от каких реже, так сказать, и туда в классификацию заболеваний включены и несчастные случаи в том числе. То есть, понятно, что это не совсем биологические, в общем-то, иногда аспекты, связанные со смертностью. Я думаю, что, ну, собственно, это не только я думаю, это и в литературе, так сказать, обсуждается, что в течение ближайших пяти-десяти лет, по-видимому, появятся новые возможности для реклассификации заболеваний, основанных именно вот на этих больших мультиомиксных камерах. Ну и, соответственно, использование этой информации позволяет вычленять биомаркеры тех или иных заболеваний и биомаркеры, скажем, так сказать, возможного лечения, то бишь, уже персонализации терапии. И, конечно, мишени для, ну, воздействия на те или иные патологические процессы. Это быстро растущая область биоинформации. С другой стороны, есть как бы более классическая часть, связанная с химией, то есть анализ вот тех самых больших данных, о которых я уже упомянул. То есть из миллиардов, в общем-то, и триллионов молекул надо найти те немногие, которые целесообразно изучить в эксперименте. Потому что понятно, что и синтезировать, и протестировать в биологических тестах миллиарды молекул не очень получится, как по практическим, так и по экономическим причинам. Этим тоже очень активно занимаются в мире, ну, в том числе и у нас, и в России. Вот, не только наш коллектив, но и другие коллективы. Я могу об этом говорить достаточно ответственно, потому что мы уже в течение 26 лет проводим симпозиумы, которые называются «Биоинформатика и компьютерное конструирование лекарств» в рамках российских национальных конгрессов «Человек и лекарства». Ну, и вот в очередном апреле, в условиях пандемии, мы такой симпозиум провели впервые онлайн. Поэтому мы его провели растянутым во времени. Примерно три недели мы его проводили. Но зато получились достаточно большие дискуссии, опять же, онлайн. То есть они все размещены в открытом доступе. Можно посмотреть как сами презентации, так и те вопросы, которые были заданы докладчикам, ну и ответы, соответственно, тоже. Так что вот это такие, на мой взгляд, важные области биоинформатики, которые, несомненно, будут развиваться в будущем. Потому что понятно, что здоровье есть такая перманентная ценность. Понятно, что для многих болезней, в общем-то, мы сегодня еще не имеем вообще никаких лекарственных препаратов. А для многих болезней мы их имеем, но они недостаточно безопасны и недостаточно эффективны. Поэтому эта область, несомненно, будет развиваться активно и в будущем тоже. Хочу уточнить вопрос про поиск нужных соединений в таком огромном количестве существующих. Это же словно искать иголку вот в этом молекулярном стоге сена. Как это происходит? Ну, в общем, так сказать, классически есть два различных подхода. Значит, ну, вообще, в принципе, у меня есть слайд, где их четыре. Вот, да. Можно их все четыре перечислить. Значит, как говорят, если известна мишень, есть данные о трехмерной структуре этой мишени, которая получена методами рентгеноструктурного анализа. Или, может быть, ЯМР высокого разрешения. Или путем молекулярного моделирования. Но все-таки достаточно надежный. И есть еще и данные о примерных сайтах связывания. Значит, вот возможных легандов, ингибиторов, скажем, конкретного гулка. То можно применять методы молекулярного моделирования. Ну, это молекулярный докинг, молекулярная динамика, отчет различных scoring function, то бишь таких оценочных функций, которые характеризуют связывание молекулы с гулком. Если есть вот еще и информация, или есть только информация о легандах, например, об известных ингибиторах, то можно пытаться строить модели путем, значит, анализа взаимосвязи структуры активности. Это могут быть количественные модели, количественное соотношение структуры активности, или качественное. То бишь, это такая классификационная модель на активные и неактивные. Ну, как вариант, можно еще и градировать это на несколько категорий активности. Неактивные, слабоактивные, умеренноактивные, ну и так далее. То есть, в общем-то, сколько фантазии хватит у авторов, и на сколько, ну, скажем, материала хватит. Потому что всегда материал является ограничивающим. Если есть трехмерная структура, но места связывания, как бы, вот леганда, леганда нет закристаллизованного, то тогда можно применять, иногда применяют методы деново-дизайна. То есть, некоторыми фрагментами, маленькими, пытаются картировать, как бы, потенциальные места связывания, и потом из этих фрагментов пытаются строить, в общем-то, некую молекулу, которая будет реальным гипертомом. Если нет информации ни о мишени, ни о, значит, легандах, никакой такой информации нету, то тогда остается один эмпирический путь. То есть, надо все-таки первоначальную информацию показать или найти путем экспериментальных исследований. Ну, и здесь применяют методы высокопроизводительного скрининга. Сейчас они роботизированы. Ну, и иногда, чтобы увеличить количество, ну, скажем так, тестируемых соединений, при этом используют методы комбинатурных. Когда тестируют одновременно смеси веществ в различных, ячейках, значит, этих самых реев, значит, и только те ячейки, которые, скажем, проявили активность, только их дальше разделяют уже на отдельные соединения и выявляют, какие же реальности этих существующих соединений являются активными. Ну, вот примерно так. Значит, ну, можно еще проиллюстрировать, по-видимому, на примере вот сегодняшней пандемии, потому что это как раз очень хорошее. Хороший случай, абсолютно чистый. То есть на 1 января 2020 года мы вообще еще ничего не знали об этом мирусе. Буквально вот сейчас, за, ну, скажем, 5 небольших месяцев, ну, скоро 6 месяцев, опубликовано уже более 20 тысяч работ на посвященных этой проблематике. Расшифровано уже несколько тысяч геномов этого вируса. Их уже сопоставляют друг с другом и анализируют на предмет того, как эволюционирует вирус, как возникают мутации, какие последствия это может, так сказать, могут быть в связи с возникновением мутации. Более того, уже экспрессированы и выделены отдельные белки, определены трехмерные структуры этих белков в комплексе с некоторыми ингибиторами. Тоже уже сегодня в белковом банке данных Protein Beta Bank значит, есть свыше 20, наверное, уже около 30 различных трехмерных структур, расшифрованных методами рентгеноструктурного анализа. Ну и уже довольно много, как говорится, работ по молекулярному моделированию, в которых пытаются найти такого рода легатт. Ну вот, в частности, мы тоже пытаемся в этой области работать. Но пока у нас нет, как говорится, экспериментальных подтверждений нашим изысканиям, но говорить о наших успехах еще раз. Вообще, эта область, она быстро меняющаяся. То есть, некоторые вещи, которые предварительно были установлены, скажем так, условно говоря, в марте этого года, в июне, уже как бы вот о них забывают или считается, что они были установлены недостаточно надежно. Поэтому вот 20 тысяч работ, которые опубликованы, я думаю, значительная часть из них в результате, ну, будем говорить, уйдет в никуда. Вот. Ну, просто потому, что появятся более надежные данные, более обоснованные данные, и уже люди будут ссылаться и верить на них, верить больше этим данным. Вот. Но, тем не менее, люди, которые так с энтузиазмом бросились на эту проблему, конечно, внесли свой вклад в, ну, поиск чего-то нового, методом проб и ошибок. То есть тут много ошибок, вот, но много и проб, как бы. То есть люди пытаются что-то делать, потому что все понимают, что, несмотря на то, что мы еще очень мало знаем об этом вирусе, в общем, какие-то средства для терапии нужны уже сегодня, а не послезавтра. Тогда расскажите подробнее, на каком вы сейчас этапе находитесь и к чему стремитесь в итоге, какой результат получить. Ну, здесь есть два ответа. Значит, один ответ связан с тем, что, вообще говоря, мы втравились или ввязались в некий европейский проект, который называется «Джеди», как раз, который посвящен анализу, ну, в общем-то, примерно миллиарда или более химических структур с целью поиска чего-то, что действует хотя бы на одну из шести молекулярных мишеней вируса. Вернее, так, там пять мишеней связаны с вирусом, а одна мишень связана с духом человека, который принимает участие проникновения вируса в клетку и, соответственно, в последующей вирусной репликации в клетке. Ну, вот, значит, этот проект, он был изначально объявлен на один месяц, что, конечно, крайне удивительно, потому что, ну, за один месяц в условиях такой ограниченной, с другой стороны, быстро меняющейся информации довольно сложно реализовать. Ну, с другой стороны, если это затягивает, то, как бы, тоже ученые ведь очень часто могут самосовершенствоваться до бесконечности. То есть перфекционизм, я считаю, что это позитивная черта, в общем, человека и ученого. Но вместе с тем, она иногда ему же и мешает, в общем, выйти на какой-то конкретный результат. Вот, поэтому, ну, вот, изначально это было объявлено как один месяц. Но сейчас они продлили это еще на один месяц примерно, хотя даже официально еще не объявлено, насколько они продлили. Я знаю из неофициальных источников, что примерно на месяц. Вот, может быть, еще продлят, потому что у них тоже есть проблемы. Они как бы хотят из этих вот веществ, которые найдены методами виртуального скрининга, дальше, естественно, получить синтезированные вещества и протестировать. Но, насколько я знаю, у них тоже есть проблемы с синтезом и с тестированием. Возможно, что отсрочка, как говорится, дедлайна для предъявления конечного отчета, это связано не столько с тем, что дать возможность людям получше провести виртуальный скрининг, сколько все-таки найти более надежные места, где можно было бы синтезировать и протестировать вещества. Но это мои домыслы, да, как говорится, оценочное суждение современной терминологии. Но вот эта деятельность, она, по-видимому, закончится вот примерно 4 июля. Но мы ввязались в эту историю даже не для того, чтобы там выиграть какие-то призы вот в этом европейском челлендже, а для того, чтобы более тщательно разобраться в этой проблематике, чтобы на примере совершенно новой области, о которой, вот еще раз повторюсь, 1 января никто вообще ничего не знает. То есть мы имеем дело с развитием ситуации. То есть с точки зрения науки это уникальное. Но она не совсем уникальная, но вот на нашей жизни вот сегодня это уникальная ситуация. она позволяет во многом пересмотреть те догмы, которые были у нас, как говорится, в головах до сих пор. Раскрепостить свое сознание, попытаться по-новому взглянуть на эту проблему. И этот новый взгляд, он полезен с точки зрения фундаментального понимания, патогенеза, возможно, новых биоугроз, которые грозят, так сказать, человечеству. Ну и, конечно, я думаю, что не в такие ограниченные сроки, не в течение 1-2 месяцев это, конечно, заложит базу для, в общем-то, ну, скажем, более эффективных ответов на эти биогенные угрозы. С практической точки зрения анализ поступающей информации, которым я занимаюсь, честно говоря, я вот сейчас, каждое утро я начинаю с чтения новых заголовков научных публикаций по поводу SARS-CoV-2 COVID-19. Ну, на самом деле, еще одной, опять же, отличительной чертой вот этой ситуации явилось то, что практически все публикации в открытом доступе. То есть все издательства предоставили возможность открыто читать всю поступающую информацию. Я думаю, это тоже беспрецедентная ситуация с учетом, скажем, интересов в бизнесе. Это не 100%, но я думаю, что это 95%, а может быть, и 99% статей. То есть почти всегда можно кликнуть на соответствующие ссылки, тут же получить полный текст статьи. Вот каждое утро я захожу на сайт Ablons, Colorweight Analytics, хотя есть и другие такие сайты. Ну, Colorweight Analytics это Web of Science, это одна из авторитетных информационных систем, которые специально отбирают наиболее все-таки достоверные источники информации, включая и припринты, которые не рецензированы. Каждое утро я начинаю с чтения новой информации. Ну и чтобы эти наши знания как-то не оставались в туне, значит, мы организовали сотрудничество с клиническими фармакологами на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Armapol создан информационный центр фармаковид, который издает такие, в общем-то, рекомендации для клинических фармакологов по применению тех или иных препаратов в тех или иных ситуациях. Ну и мы сказали, ну мы тоже занимаемся анализом, может быть, наш анализ поможет что-то в этих рекомендациях. Ну и, собственно, вот вчера состоялось, как говорится, первый наш вклад, первую такую рекомендацию это препарат Умифенавир или в русской сегодняшней, как говорится, в русском язычном названии Афилавир, то бишь, он воспроизведен. Вот. Ну и я думаю, что если сегодня еще это не появилось на веб-сайте от фармаковин, то буквально там завтра оно появится, так сказать, рекомендации по применению этого препарата. Так что, ну, тут есть разные срезы. Есть как бы такая краткосрочная цель вот найти что-то среди миллиарда не с очень высокой степенью надежности, но как бы тем не менее вот в ограниченную срочку. есть цель более углубленная приобрести новые знания и новые умения, которые впоследствии могут многократно применяться к похожим или даже, так сказать, совершенно другим задачам. И вот я думаю, вторая цель она даже более важная. Хотя первая тоже, несомненно, имеет высокую актуальность. спасибо вам большое, желаем вам дальнейших успехов и, конечно, процветания вашей лаборатории. Пусть она пополняется новыми талантами, а мы будем следить за ситуацией. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо большое, Анастасия, ну и спасибо тем, кто найдет время и возможность в наше непростое время послушать это интервью. вот, я думаю, что все мы должны осознавать сложность сегодняшней ситуации и по мере наших, опять же, возможностей делать все для ее скорейшего разрешения, для ее нормализации. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok